Что ж, меня зовут Джаз Ди, и да, теперь я рисую мультики. Умеете? Могёте просто! А речь сегодня пойдёт, как вы поняли, об одном из лучших среди свежеиспечённых актёров нашего времени, да? Том Харти? Встречайте! Харизматичен, неразговорчив, мускулист, баджа... Так-так, это надо убрать, а то как-то совсем богейски. То, что ты пидор, ёпта! К сожалению или счастья, я не буду рассказывать уже полностью поглощённую всеми вами биографию Харди, так как таких роликов просто вымы на просторах Ютуба. Сегодня я расскажу вам о своём личном опыте знакомства с Томом. Как говорится, first of all, пожалуй, как и все вы, впервые я увидел Харди в фильме «Воин», где я, между прочим говоря, выступил и сценаристом. Так вот, первое, на что я обратил своё внимание, это брутальность Харди и его бешеная форма в этом фильме. Конечно, не такая бешеная, как у меня, но всё же. Ну, вы только посмотрите, вот так вот, пожалуй, должен выглядеть настоящий мужик. Все его повадки и мимика прямо говорят сами за себя. Не шути со мной, мразь, а то я выбью из тебя всё дерьмо. Я раньше не был фанатом Харди, и поэтому не особо следил за его кинографией. Следующий фильм, который я увидел с ним, вышел только в 2015-м. Ооо, да! Вот он тот момент, на который я случайно наткнулся в инсте. Вот оно просто заставило меня тут же вести в поисковике. Легенда. Смотреть онлайн. В этом фильме Харди превзошёл самого себя. Понимаете, я поначалу даже не врубился, что обоих братьев играет один и тот же человек. Я сначала думал, что близнеца гея играет Брэндон Фрейзер. Вот этот чувак. Вот я да, он, конечно, был. Но так или иначе, фильм для меня это прям... да. Тут и мафия, и классные цитаты, и любовь, и юмор, и тестостерон, и всё, что может пожевать настоящий горячий подросток. А сцена в баре, но всегда останется в моём сердечке. После этого фильма я просто влюбился в игру Харди. Я посмотрел всем известный фильм «Начало», где Харди играет одну из ведущих, но не самую значимую роль. Выживший. Безумный Макс. Но как-то всё не то. Не раскрывался там Харди, ну, хз. Не того актёра я знал, но позже... Вот он. Опять тестостерон, опять мафия, деньги, стволы, перестрелки, брутальность и юмор Харди. Встречайте. Самый пьяный округ в мире. История про трёх братьев, которые во время сухого закона подпольно торговали алкахой. Ну, наконец-то, вот он. Вот он, Том Харди. Кстати, во время съёмок Харди обменялся парочкой ударов, с уже начавшей в то время сходить с ума Шайм Лобафом. Тут я начал понимать, что что-то со мной не так. Неужели Харди классно играет только крутых гангстеров? Но нет. Фильм «Общак» был не самым лучшим в прокате, хотя Карди и Джеймс Гандальфини шикарно исполнили свои роли. Конечно, Харди опять в конечном счёте сыграл, как оказалось, гангстера, но весь фильм он притворялся тихоней и довольно забитым мужичком. А с чем Харди справился полностью? А, да, сцены Харди с собакой, это прям, ну, слишком мило. Нет, ну, вы только посмотрите. Кстати, мы добрались и до главной вишенки на торте. Веном. Да. Подождите, барабанная дробь. Веном это был, пожалуй, новый уровень для Харди. Начиная с того, что он вошёл во вселенную супергероев, заканчивая её новыми требованиями актёрской игры. В целом, мне Веном понравился. Не без минусов, конечно. Блин, но мне настолько смешна была сцена драк-симбиоза в конце возле ракеты, но... Она выглядела настолько нереалистично, что... Ну, хз, ребят. Я на такое не подписывался. Но Харди... Харди вытащил весь фильм, он сыграл полную опуху... И смельчака. Человека, который не боится ничего, пахнет той же брутальностью, но... Тут он не похож на супермача, как в прошлых фильмах. Наоборот, он тут скорее неудачник, но со своими тяжёлыми стальными яйцами. А юмор в фильме ему можно оставить отдельную почку на стенке для похвал. Заканчивал я свою линейку чудесным сериалом Табу, в котором Харди со своим отцом отличились кардинально. А имена выступили сценаристами картины, да. Кстати, их имена есть в титрах. Прикольно и очень даже мило. Неплохая такая семейка, да. Ничего необычного, ведь его отец от английского сценариста драматург. Но вернёмся к сериалу. Харди тут тоже играет бруталомача супер-пупер крутого парня, который может по экскрементам найти следы ваших матерей и их сокровищ. Его персонаж реально держит вас в ужасе. Харди играет некого Джеймса Делэйни, который после 10 лет, проведённых в Африке, возвращается в Лондон с 14 украденными алмазами и школьными знаниями заклинания африканского хобборца. Делэйни ставит на колени правительство Англии и руководство от Индской компании. Сериал реально классный. Из той воды, которую я видел за последние годы, он реально держит напряжение и хочется отдать должное режиссёру, который снял эту картину на действительно высоком уровне. Я бы даже поставил сие творения на одну полку с Игрой престолов и очень странными делами. В общем, сейчас я действительно восхищаюсь Харди. Актёр ещё вполне молод и будет не одно десятилетие радовать нас шикарными ролями. По крайней мере, хочется в это верить. Пожалуй, на этом и заканчивается моё знакомство с этим крутым британцем. Если вам понравился такой формат, то ставьте лайк и пишите в комментариях, на какого актёра вы бы хотели посмотреть мультиобзор. А с вами был Джаз Ди и... Пока! Субтитры подогнал «Симон»